Наши корреспонденты в семье также следят за ходом голосования. Большой наплыв людей, стремящихся отдать свой голос, наблюдается на избирательном участке номер 206. С момента открытия там работает наш корреспондент Асем Утешева. Она расскажет, как проходит процесс. Ровно в 7 часов утра по времени Астаны в семье открылись все 149 территориальных единиц. Сейчас наша съемочная группа находится на избирательном участке номер 206, где мы вместе с членами избирательных комиссий и наблюдателями проследим за процессом голосования. Стоит отметить, что члены избирательной комиссии ожидают высокую явку горожан. Торжественное открытие избирательного участка началось с поздравительных слов председателя, которое представило членов избирательной комиссии и пригласило каждого из них убедиться в прозрачности подготовленных кабин и пустой урны. Одними из первых, кто пришел отдать голос за кандидатов в президенты, стала супружеская чета Шуршутбаевых. Пара уверена от их голоса, как и от голоса каждого, зависит будущее страны. Небывалую активность в голосовании проявили юные избиратели. Для многих из них выбирать президента ранее никогда не приходилось. Молодые люди, впервые принимавшие участие в голосовании, понимали, какая ответственная задача лежит на их плечах. Так как я в первый раз отдаю свой голос, и это для меня большая честь проголосовать за одного из кандидатов. На выборы мы ходим уже много лет. Считаю, что это нужно ходить, это обязательно. Надеемся, что с новым президентом у нас так же будет процветать наш Казахстан. Все будет у нас хорошо, все будет отлично. 29 человек от данного участка по состоянию здоровья проголосуют дома. К ним ответственные лица отправят специальную передвижную урну. Тем, кто впервые пришел проголосовать за президента, организаторы вручали памятные подарки. Всего на избирательном участке зарегистрировано 2211 человек.